Совершенно внезапно из провластного низыгря узнаю о митинге, который прошел в Башкирии. Там нарастает региональный протестный потенциал. Более 500 человек вышли на сход в Баймаке в защиту экоактивиста Ильдара Юмагулова. Юмагулова неделю назад избили неизвестные, у него сломаны обе ноги. Ранее он принимал активное участие в протестах против бесконтрольной золотодобычи в Зауралье, в том числе в народных сходах, в защиту хребта Крыктау и в защиту Шахана Куштау. Дорогие друзья, я удивлен, что мне никто не прислал эту информацию, эту новость. Пожалуйста, только вместе мы силы. Мой канал существует для того, чтобы распространять подобного рода информацию, поддерживать вашу борьбу. Друзья, ставим лайки, делаем репосты, потому что и на новый митинг пришли тетушки, как мы подозреваем, именно те же самые люди, которые и избили экологического активиста. Тетушки-провокаторы, которые стали учить остальных, как надо жить, что зря они вообще собираются и что надо договариваться с властями и там олигархами без всяких вот этих вот протестов. По-тихому все давайте решать, это глупо собираться на митинги. Вот как это было. Кто же наш играет? Ребята, вы меня все знаете. Вчера я выступил. Если башкилю сейчас подкачать, будет у нас война. Она вам нужна? Она никого не нужна. Ребята, никаких провокаций. Ничего. Никаких раз. Нам, нам, республика, не нужна. Эти провокации, не нужна. Это там, они делят людей. Они там делят власть. Мы звоним, мы сейчас в праздник, мы хотят огощать. Ребята, короче, да, мы один народ. Нам войны никакой не надо. Мы за единицу республики. За какой народ, вот неинтересно. Тихо, тихо. У нас народ един. За какой? За башкирский народ. Помните? Вот тогда. Войдите все, выстрелите, говорите. Короче, никакой провокации. Ничего. Все, ребята, договорились. Все. Между тем, местные жители молодцы, на мой взгляд, очень большие молодцы, что они собрались на народный сход, обсудили все волнующие вопросы, договорились о дальнейших действиях, озвучили, обозначили собственные позиции. Как у нас сейчас действуют власти во многих регионах? Мы это видели и в Куштау, и на Шиесе, и в Москве это происходит. По самым разным вопросам. У нас проводятся типа публичные слушания, на которые должны прийти местные жители, они должны послушать позицию чиновников, позицию застройщиков, позицию предпринимателей, которые собираются строить там новые дома, или дороги, или заводы, или все, что угодно делать, шахты строить, карьеры рыть. Мы должны послушать и проголосовать. Согласны мы с таким подходом, с такой работой? Даем мы разрешение действовать в нашем районе, в нашем округе? Или не даем? Только вот потом оказывается, что на эти публичные слушания местных людей-то почти не пустили. Туда приходят бюджетники, дворники, ну в Москве как это бывает, привозят автобусами жителей из других регионов, платят им по 500 рублей, по 1000 рублей, по 2000 рублей. Они голосуют так, как надо, и изображают довольных жизнью местных жителей. Но это ложь, это настоящая провокация. И когда местные собираются и показывают свою позицию, ее уже так просто не переспорить. На нее уже не так легко закрыть глаза. Вот послушайте, что говорили люди на сходе. Найдару Ямагулу было совершено покушение на жизнь ужасно. Я обращаюсь к требованиям к Следственному комитету, ФСБ, МВД. Прошу вас, открытого следствия и открытого суда по данному делу. Преступники должны быть наказаны. Во второй части нам необходимо сейчас начинать борьбу в политическо-правовой форме. Все наши экологические, социальные беды исходят из того, какие законы у нас принимают наши депутаты. Можно наши депутаты читать наши, как в кавычках. Все исходит от них. Подскажите, у нас есть наши депутаты в сельских советах, в Курутае, в Госдуме, в местных гору правосоветах? Их нету. Их нету. За нас слова никто не говорит. За нас никто не будет стоять. И соответствующие законы принимаются не в нашу пользу. Поэтому я предлагаю. Необходимо заняться политической борьбой за наши народные права, за коммунистический строй. Также вступать в партию, становиться членами избирательной комиссии, с правом решающего голоса, с совещательным голосом. Быть на выборах, ходить на выборах и выбирать своих кандидатов. И только тогда мы сможем очистить нашу природу и сможем жить хорошо. Когда мы начинали наши сходы, это возле озера Толкан, я тоже наивная говорила, не надо нам политику, не надо нам политику. Мы работаем только на экологию. И когда приехал Рамиля Саитова, я не давал ей слова. Говорю, нет, нам не нужна политика, мы только экологией занимаемся. Но жизнь показывает, что, оказывается, экология связана напрямую с политикой. Причина, почему мы собрались, вы знаете. Это жестокое зверское избиение нашего товарища, активиста Ильдара Юмагулова. Не понимаю, почему это всегда объявляют планы, перехват и так далее. А в этот раз она не была объявлена. Будем требовать, чтобы это преступление было раскрыто. Преступники найдены и наказаны. И не только преступники, которые избивали, а также, и главное, это организаторы этого чудовищного преступления. Второе. Мы собрались также здесь обсудить экологическую обстановку Баймаки. Экологическая обстановка Баймаки получилась из-за того, что разработку до сих пор вели без согласия местных жителей. Местные жители должны руководить в качестве членов совета директоров любых предприятий, независимо от форм собственности, которые работают на территории Республики Башкорстан. Организации, вот эти добывающие, которые получают триллионы, чтобы социальную сферу обеспечивали полностью. Образование, здравоохранение должно быть на уровне Европы. Может, власть думает, что уберут Ильдара, потом еще кого-то и народ успокоится. Этого не произойдет, потому что теперь все знают, что мы уже не при социализме живем. Есть олигархи, которые диктуют свою волю, а эти членовщие у нас только исполнительные их волей. Если этот прецедент, мы на это закроем глаза, в следующий раз Баймаки уже будут, могут даже убить человека. В прошлом году наши руководители пробовали начать разработку Торптетау, что в Абзеливском районе. Один только карьер золотодобывающий для их владельцев ничего не значит. Это копейки. Перед нами стоит более масштабный, более изощренный враг. Ильдар – это спусковой механизм. На данный момент время прошло уже около недели. Молчать про расследование у полиции уже нет времени. Они уже должны хоть предварительный какой-то результат озвучить. Я предполагаю, что заказчики сидят выше и хотят спустить вот это дело на тормозах, как это сделали с защитниками Куштау. Все, кто был против разработки горы Куштау, сейчас находятся самые активные в заключении. А те, кто бил простых защитников, кому-то дали звание, кому-то дали должность, и никто не наказан. Я думаю, что в правительстве у нас сидят люди, которые были заинтересованы. Уважение, благодарность и поддержка всем людям, кто выходит на народные сходы, мирные, законные акции, которые необходимы для нормального развития и организации жизни в нашей стране, в каждом отдельном регионе, в селе, в городе, в стране в целом. Потому что сейчас, конечно, любая подобная протестная активность, она опасна, может покараться со стороны властей. Все-таки башкирские власти уже ученые, они видели, что когда год назад были протесты вокруг Шахана Куштау, когда мэр города вместе с чоповцами, вместе с работниками, видимо проплаченными сотрудниками всех вот этих олигархических предприятий, пытались людей силой выгнать Шахану Куштау, которые пытались его защищать. Ничего не получилось. В итоге народ все равно победил. И поэтому в Башкирии такого беспредела, надеюсь, все-таки не будет и не повторится. Пока люди не организованы, это все плохо кончается. Вот пожаловавшегося на плохое освещение дорог иркутского активиста закрывают в психбольнице. Суд в Иркутской области постановил поместить активиста из поселка Оек Александра Налунина в психиатрический стационар на 21 день. Он жаловался в местную администрацию, мешал деньги воровать, на отсутствие освещения на дороге и автобусной остановки для школьников, неотремонтированное отделение почты и кражу песка из карьеров. По словам его племянницы, Александр выиграл несколько судов. Молодец! Просто низкий поклон. Но решение по ним не исполнили. И он снова подавал обращение. Стал заноза в одном месте для наших чиновников. В картотеке Иркутского района суда есть десятки исков от Налунина к местным властям и районной прокуратуре. То есть человек борется за наши общие права, за то, чтобы в народе все было нормально, чтобы деньги не разворовывались. Значит, он психбольной решает власть. Давайте мы его в стационар поместим. На него несколько раз нападали, но заявление, по словам племянницы, он подавал только в 2018 году, когда мужчине повредили руку и потребовалась операция. Активисты признали потерпевшим по статье 115 умышленное причинение нелегкого вреда здоровью. Дело возбудили в феврале 2019 года, но в августе 2020 дело прекратили из-за истечения срока давности. Никого так и не нашли. Вы представляете, какое совпадение? 2 апреля 2021 года расследование по неизвестным причинам возобновили и при этом дознаватель обратилась в суд с ходатайством о помещении мужчины в психиатрический стационар для экспертизы. В обращении она указала, что участковый охарактеризовал Налунина как скандального и конфликтного человека, склонного к сутяжничеству. Ни хрена себе склонного к сутяжничеству. Он выигрывал суды. Его претензии оказались обоснованы на 100%. Это подтверждают юридические решения местных ваших районных судов. Ребят, какой конфликтный, какой сутяжник. Нам нужны такие люди, нужны активисты, кто не побоится бороться с чиновниками, кто не побоится идти в суд, кто не побоится отстаивать. Нападение, обвинение, оскорбление. Это все было. И теперь достойного человека помещают в психиатрическую лечебницу? Вы там что, совсем что ли рехнулись? У нас новый политзаключенный намечается. Как Александра Габышева, раз ему нечего предъявить по существу, его в психушку пытаются запихнуть, так вот на Налунина тоже, в психбольницу, в стационар, на экспертизу, понимаете? Намек ему такой делают. Типа не будешь, не заткнешься, будешь продолжать говорить то, что нам не нравится. Мы тебя там вообще закроем. На основании показаний какого-то участкового они помещают человека, а участковый что, он эксперт? Он психиатр? Что за бред происходит? Вы там что, совсем с дуба рухнули? Дорогие друзья, пишите слова поддержки Налунину и его семье в комментарии. Почему такое происходит? Я обращаю ваше внимание. Всегда, когда вы ввязываетесь в подобное серьезное противостояние с местными властями, заручитесь поддержкой. Не будьте один против системы. Найдите себе группу поддержки. Найдите ячейку какой-то партии, какого-то движения. Движение перемен, движение новый социализм, движение левый фронт, политические партии, КПРФ, хоть ЛДПР, хоть Яблоко, хоть Справедливая Россия, хоть партия РПСС Максима Шевченко. В разных регионах, особенно не в областных центрах, а в отдаленных поселениях, там, может быть, вообще нет никакого политического движения, и там вообще никто политикой не занимается. Свяжитесь с ближайшими, свяжитесь с вашим региональным центром, посоветуйтесь, чтобы вам предоставили юридическую помощь, чтобы в случае того, когда вас куда-то попытаются посадить или что-то, чтобы они хотя бы поднимали шумиху, обращались к блогерам, к средствам массовой информации, чтобы местные региональные там хотя бы депутаты, хотя бы муниципальные депутаты, хоть какую-то вам помощь могли оказать. Не будьте один на один с системой, и тогда ваши действия принесут больше пользы, больше плодов, вы сможете полезного принести для общества, и будете в большей безопасности сами. Такой Налунин очень бы не помешал в Волгоградской области. Вот свеженькая история. Там чиновники потратили 7,5 миллионов рублей на оптимизацию своей зарплаты. В Волгоградской области задумали оптимизировать работу местного комитета по труду и занятости. Для этого было решено уволить 16 сотрудников. Вы представляете, какие молодцы? Уволили 16 чиновников. Но это то, чего мы все ждем. У нас чиновников сколько там? 2,5 миллиона человек или уже 3? Бешеное количество чиновников. Просто бешеное. Конечно, их нужно сокращать в 2-3 раза. Можно даже в 4 раза сократить. Остальные чиновники должны переквалифицироваться. Из бесполезных перекладывателей бумажек они должны отвечать за каждый проект и программу, который они вносят на рассмотрение. Они должны исполняться. Чиновники должны работать на результат, на конкретные изменения, улучшение нашей общей с вами жизни, на улучшение развития нашей страны. И кроме того, есть чиновничьи должности, которые, например, занимаются лесоохраной, природоохраной, которые по факту должны следить за тем, чтобы исполнялось наше законодательство и чтобы оно развивалось в том числе. Сейчас у нас чиновники, не будем эту тему развивать, а то обвинят в оскорблении социальной группы по принадлежности к власти или что-то такое. У нас юристы умеют выкаблучивать различного рода обвинений и организовывать судебные иски. Ну так вот, когда оптимизируют врачей или учителей, людей просто выгоняют, вышвыривают, увольняют и делай, что хочешь. Волгоградские чиновники хитрые. Уволено 16 сотрудников, но чиновники недолго сидели без работы. Все, кроме одного, быстренько устроились в Центр занятости населения Волгограда, чтобы отдать долг обществу, помочь менее везучим волгоградцам найти свое место в жизни. Ну вы знаете, как у нас работают Центры занятости населения. На самом деле они практически бесполезны. Самое интересное, что сокращение влетело региону в копеечку. Если в комитете чиновники получали в сумме 8 миллионов 200 тысяч рублей, то в Центре занятости эта цифра возросла до 15 миллионов 700 тысяч рублей. На 7,5 миллионов бюджетных рублей больше. Они вроде бы оптимизировались, но на самом деле фактически это не увольнение. Они просто сменили место работы и получают в полтора раза больше зарплаты. В полтора раза больше. Как вам такой ход? Ход конем. Ну и напоследок. Год назад у нас было голосование по поправкам к путинской конституции. Иностранных наблюдателей за этим голосованием по поправкам завезли в Москву одним рейсом. Иностранцы, которые в качестве международных, независимых экспертов наблюдали за голосованием по путинским поправкам. Они прилетели в Москву все вместе одним заказным чартерным рейсом. К такому выводу пришли журналисты Новой газеты и Центра досье. Кажется, они тоже там иностранные агенты или что-то в этом роде. Надо всегда оговариваться. А то влечу на штрафы. Список экспертов опубликовал один из наблюдателей Тьери Мариани, депутат Европарламента и член Национального объединения. В нем отмечалось, что одним из рейсов, которыми Мариани добрался из Франции в Россию, был номер Ю-68351 из Москвы в Минск. Издание выяснило, что этот номер принадлежал рейсу Аэрбас А321. Досье получил полетный список чартера, в который вошло 70 человек из 29 стран. Именно они были экспертами на плебисците. То есть, вдумайтесь, многоходовочка какая ловкая. Чтобы поправки Конституции признали, нужно, чтобы были международные наблюдатели. Видимо, независимых наблюдателей никто ехать сюда не захотел. Путин сам нашел, организовал, возможно, заплатил им денежку, якобы независимым наблюдателям. Они сюда приехали, все проконтролировали. Если это правда, если это подтвердится, это скандал международного масштаба. И все эти поправки, весь этот путинский плебисцит и обнуление, я подчеркиваю, летят псу под хвост. Друзья, вместе мы сила, вместе прорвемся. Руки прочь от башкирской природы. Руки прочь от активистов. Никаких принудительных психиатрий в Российской Федерации 21 года, 21 века быть не должно. Друзья, максимальная активность. Лайки, репосты, комментарии. Спасибо всем, кто смотрит мои ролики до конца. Искренняя благодарность. Именно ваша активность помогает распространять правду. До новых встреч. Пока.